Для Ангелины Осиченко не существует слова отчим. Хотя девочку воспитывает неродной отец, говорит, что по-другому, кроме как папа, его никогда не называла. По мнению Сергея, установить контакт с ребенком удалось с помощью терпения. Если относиться к детям с пониманием и любовью, то на это они всегда ответят взаимностью. А в будущем не только назовут папой, но и унаследуют хобби. Папа на гитаре в свое время играл, дочка играет на гитаре. Английский язык папа когда-то учил, дочка ходит на английский язык. Это такой же мой ребенок, как и остальные. То есть нет никакого там... Такая же моя дочка, как и остальные мои сыновья. То есть мы все вместе. В момент, когда пара решила узаконить отношения, дочери Натальи было полтора года. Сегодня девочке уже 13. По мнению жены Сергея, благополучие в отношениях между отчимами и детьми напрямую зависит от понимания между супругами. К ребенку относятся, наверное, так, как к маме относятся. То есть у нас были очень хорошие отношения, точно так же на ребенка принял как своего. И точно так же бабушка, Сережина мама и дедушка, они тоже не отличают. То есть никогда не было такого, что мы этих детей берем, этих детей не берем. Игра на гитаре, шахматы, совместные прогулки – не единственное, что объединяет отца и дочь. С не меньшим успехом Сергей помогает девочке с выполнением домашнего задания. В благодарность за отцовскую заботу после 16-летия Ангелина собирается сменить фамилию и отчество. Мне мой папа нравится больше, чем родной. То есть очень мне ближе. Он более хорошо ко мне относится. Кроме Ангелины, за годы семейной жизни у Натальи и Сергея появилось еще трое сыновей. Но останавливаться на достигнутом супруги не собираются. В планах не только воспитать своих детей, но и дать родительскую заботу тем, кто лишен тепла семейного очага. Ну, либо детский дом семейного типа, либо приемную семью организовать. Просто такое дело, что когда один ребенок, ну, чаще всего это очень тяжело воспитать не эгоиста. Материнство проявляется только с седьмым ребенком. Ну, это, конечно, для нас такой подвиг, но вот с каждым ребенком, вот как у нас появляется еще кто-то, еще кто-то, вот чувствую, что действительно все это по-другому раскрывается. Сергей и Наталья уже приглашали членов комиссии по усыновлению. По итогам их визита пока расширить семью не позволяет жилплощадь. Но для супругов это не помеха. Сегодня они уже начали строительство дома, где бы места хватило всем. Светлана Кикцева, Кирилл Иванов, Панорама.